Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Я с удовольствием представляю гостей. Член общественной палаты России Ирина Плещева. Добрый вечер. И депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, и представитель партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну а обсуждать мы в течение ближайшего часа будем продолжающуюся голодовку Олега Шейна в Астрахани. Что происходит в Астрахани? Это доведенные до отчаяния люди. Чему они доведенные до отчаяния? Потому что мне довелось в Астрахани трижды бывать на избирательных кампаниях. Причем один раз я ее сам вел от имени Народной партии. Могу сказать, что жуткая фальсификация была как в первый раз, так и во все последующие. То есть Шейн победил? Я не исключаю, что он победил. Но я совершенно точно знаю, что массовые фальсификации состояли. Здесь нужно разделить на две вещи. Первое, есть господин Шейн, который достигнув определенных политических результатов, он все-таки с 95-го года в политике очень часто выбирался. И сейчас достигнув 40-летия, у мужчины это определенный возраст, он, проиграв очередной раз, решил пойти ва-банк. Но здесь уже он, провоцируя или не провоцируя, создал специальное поле информационное для определенных политических спекуляций. Мы уже сейчас понимаем, что большое количество граждан из Москвы сейчас разными способами, самолетами, гостиницами переехали в Астрахань. Но я их понимаю, тепло, хорошо. У вас там везде в общественной палате рассуждают, и только в отдельных ее местах, потому что пиар-акция не может из себя представлять медленные публичные самоубийства. Второе, он не проиграл выборы, а их сфальсифицировали. Наследники Чурова, которые там сейчас пытаются править баллы, делать хорошую мину при плохой игре. Вот сейчас на каждом участке мы видим, как вышвырвет. Почему у меня там сейчас сын находится? Он в группе наблюдателей, четырех человек. Ваш сын там находился в день выборов 4 марта. Почему-то он вернулся обратно и на площади не сказал, что там много фальсификаций. Мой сын находился там в день в составе группы депутатов. К нему были попытки вышвырнуть его физически. Но так как он мастер спорта и 12 лет все-таки посещал спортзалы и турниры. Да, мастер спорта. Так вот, его не смогли выкинуть. А вот депутата Крутого, который на 20 килограмм, 25 килограмм легче и не занимался, видимо, 12 лет серьезным спортом, большим спортом, его дважды вышвыривали физически. Я не хочу сейчас ставить под сомнение, что он действительно голодает. Но согласитесь, возникает вопрос, откуда тогда такая бодрость? И оказывается, видите, есть определенное позволение. Мне кажется, для человека, как Шейн, он же у нас историк, написал очень много книг по правам граждан, ему надо было идти в суд. Зачем устраивать политическую манипуляцию в качестве голодания? Почему он до сих пор не сходил в суд? Его никто абсолютно не заставляет. Более того, его не могут заставить прекратить голодовку. Я лично сам ему звонил и лично предлагал все-таки не совершать этого акта самоубийства. Или уж, по крайней мере, точно нарушение, разрушение собственного здоровья. Он сказал, что нет, я готов идти до конца, то есть до своей, собственно, летального исхода. Я надеюсь, что это все-таки не состоится. Поэтому я, честно говоря, удивляюсь на общественную палату нашу. Я сейчас представляю свою личную позицию. Вы представляете государственную думу. Да, я представляю государственную думу. И вы всегда себя ведете корректно, этическим нормам депутата государственной думы. Я говорю, что я не понимаю, что там делают в общественной палате, но я вам объясняю еще раз. И в выступлениях... Как же не понимаете, вы у нас в участии мероприятия, я вас приглашала. Я могу закончить, или у вас в общественной палате не принято молчать? Итоги выборов могут спорить и отменить две инстанции. Это центральная избирательная комиссия ЦИК или суд. Вы решаете, куда вы подаете документы, либо в ЦИК, либо в суд. Олег Шейн, с учетом того, что ему не выдавали записи веб-камер, он подал, собрал все документы и подал в ЦИК. После этого он лишился возможности подавать документы в суд. ЦИК ему ответил, ровно в тот день ответил отказом в рассмотрении его жалоб. После того, как нам были переданы вечером дня предшествующего визиту Путина, у нас вчера появилась возможность юридически обратиться в суд. На 28-й день голодовки. Мы, безусловно, это сделаем. Сегодня посажены 17 человек на просмотр вот этих записей 200 с чем-то камер. Сейчас уже отсмотрено порядка 30 или 40 камер полностью. На всех участках выявлены существенные массовые нарушения. Была Думская комиссия, в отличие от общественной палаты, которая занимает странную позицию в лице некоторых ее членов. Так вот, Думская комиссия, которая в том числе были представители ЛДПР, Единой России, КПРФ, все признали факты существенных нарушений, массовых нарушений на астраханских выборах. Они признали факт нарушений, но не массовых, а не существенных. И у нас в общественной палате, не знаю, не перебивать, но, по крайней мере, мужчины уважительно относится к женщинам. Так называемые грубейшие фальсификации на участках в Астрахани, поверьте, из тех роликов, которые там выложили на данный момент, и которые сейчас имеются у СССР, в котором там тоже Минком отдал. Кроме криков непонятно каких людей, посмотрите, какой ужас, какой ужас, на видео никакого ужаса не происходит. Если разбираться по фактам, то я боюсь, что нарушения, я уверена, что нарушения есть, иначе было бы нечестно об этом говорить. Но те массовые, грандиозные, из-за которых стоит голодать и умирать, мне кажется, это неправильно. Хорошо, что моей собеседнице кажется, потому что есть определенный интересный факт. Шейн выиграл с огромным отрывом на всех участках, оборудованных, так называемыми, комплексами электронной обработки. На трех из десяти. Комплексами по обработке данных в электронном виде. Причем разрыв между участками, я беру крайние стороны, разрыв между участками ручной обработки или ручной фальсификации и электронной обработки в крайних случаях составил 7300%. То есть ровно в 73 раза. Объяснить это с точки зрения математики, статистики, здравосмысла и даже, так сказать, исследований обратной стороны Луны невозможно. Примерно на 100 участках были вышвырнуты, а не только наблюдатели, но и строптивые члены комиссии совещают им даже решающим голосом. Я вам привожу пример еще раз, чтобы радиослушатели четко прослушали. Депутат Государственной Думы Крутов, уполномоченной партии, наблюдать за выборами, за итогами выборов в городе Астрахани, был дважды силой выведен в суд избирательного участка. Он написал заявление? Он дурачок, он не умеет писать и вообще так сказать... А как депутат Государственной Думы может быть дурачком и не умеет писать? Ну, это по вашей точке зрения. Он, конечно, дурачок и не пишет заявление. Да, я бы хотела, знаете, о чем сказать? Мне кажется, вы все-таки либо не обладаете до конца информацией, либо тогда, соответственно, юлите. Дело в том, что у Минкомсвязи все видео с выборов, у них на сайте есть видео. Их долго отсматривать, их очень сложно скачать, но они есть. И люди все... А у нас очень... Согласитесь, 4 марта у нас был невероятный просто интерес к тому, что происходило на участках, и народ наблюдал это через интернет. И почему только сейчас, после того, как 15, да, там 16 марта голодает шея, да, там прошло 15-20 дней, и когда туда уже приехал такой вот, собственно, такие кадры помогать ему в этом, да, начали об этом говорить. Я слышала выступление, что говорили там дальше на митингах оппозиции. Что же он не говорил тогда об астрахани? Откройте ваш айпад от 5 марта. Он у меня открыт. Да, вот откройте от 5 марта, почитайте мое заявление, Дмитрий Гудков, Сергей Миронов, Олег Шейн. Это во-первых. Вот, поэтому, честно говоря, я вообще удивляюсь. Вот, если бы уважаемые общественные палаты немножко глубже подходили к вопросам, они бы знали, что в 8 часов прекратили работать веб-камеры Советского Союза. Объяснение было простое. В Советском Союзе не было веб-камеры. Объяснение простое. Что выборы закончились, а сейчас идет подготовка просчета голосов, поэтому мы веб-камеры выключили до того, как вот закончится выбор в Калининграде. И все веб-камеры не давали сигналы в эфир до того момента, когда последний бюллетень не был опущен в Калининграде. Наверное, вы об этом не знаете в общественной палате, но я вас информирую с удовольствием. Вот эти фальсификации все хранятся под грифом «СОВ секретно», а когда пытаются добиться комиссии, вот на трижды добивались пересчет вместе с коммунистами. Значит, в одном случае вода горячая завела, во втором случае их украли, в третьем случае какой-то пожар случился. Но при этом вы видеозаписи с астраханских участков получили. Да, два дня назад, совершенно верно. И отсмотрели. За два дня назад. Вы, девушка, немножко понимаете объем работы? 200. Я понимаю, но вы же там не один? Я вообще не знаю, может быть, вы ее не видели. Я вот с вами при этом сижу. А там сейчас посажено с сегодняшнего дня с утра 17 человек на отсмотр этих видеокамер. И пока очень печальная картинка там получается. Вы серьезно думаете, что если бы Шейн действительно победил, то люди, которые за него проголосовали, не вышли бы его поддерживать? Зачем тогда приехали люди поддерживать его из Москвы? В Астрахани люди, которые голосовали за своего мэра. Говорят, я, мой сосед, вот эти пятеро-шестеро, мы проголосовали. Вы мне не давали вас перебивать, я вам тоже не даю. Мы проголосовали. То почему несчастный Шейн голодает 20 дней, а это... 29. 29 дней. Половина города, которая голосовала за него, даже большая часть, если он победил, почему же она так сидит спокойно и ничего не делает? Народ там постоянно выходил в поддержку Шейна в очень большом количестве. Выходит там по 500, по 600 человек, им говоришь слово, оно прям как искра идет по толпе. Это не просто вот пришли люди, да, и ну что скажешь, ну что ты там скажешь. А они каждое слово ловят, реакция идет. Я говорю, вот что значит сторонники. Я думаю, что на сегодняшний день, во-первых, эти сторонники есть, а во-вторых, конечно, постоянное унижение, постоянная фальсификация убивает надежду, кого хочешь. Вот я думаю, что завтра мы с вами увидим, что не только там 200 тысяч человек, приехавших из Москвы, а еще тысячи астраханцев будут завтра на площади. Которые пойдут посмотреть на Ксению Собчак живьем, я бы тоже сходила бы. Ну я сейчас вот обращаюсь к людям там в Астрахани, с учетом того, что нас слушают, обращаюсь к нашим, чтобы, конечно, сделать этот процесс максимально мирным и допустить никаких столкновений. Но то, что завтра будут тысячи, мне никаких сомнений нет. У оппозиции все скатилось какой-то мелкотравчатости, да, там, когда Женя Чирикова раскидывает палатку на Красной площади и просто расценивает это как великую победу, да, там. А удальцов, а удальцов, он, знаете, у нас удальцов, видимо, вознял мода на голодание, да, периодически голодает. Смешно, смешно. Вот, и когда все эти товарищи едут, поддерживают Шейна в Астрахани, где плюс 24, замечательно, он-то голодает, но они-то опять собирают политические голоса. Представители оппозиции перятся, зарабатывают политические очки, что скажете. Конечно, мы вообще, мы мечтаем о революции, о кровавом терроре, мы ранжисты, получаем зарплату в Госдепе, НТВ блестяще это доказывает, и, конечно, мы исключительно противники судебных решений. Правда, президент времени от времени восклицает, елки зеленые, у нас нет суда. Почему у нас такой зависимый, почему у нас такой ангажированный, почему у нас такой коррумпированный суд? Потом говорят, нет, все-таки вы идите в суд. Посылает на три буквы, я имею в виду суд. Для вашего сведения, для общественной палаты специально сообщаю, что ваш покорный слуга из вредности перед выборами, я запросил уважаемый суд и уважаемый генеральный прокурор дать мне данные о реальном привлечении к ответственности людей за фальсификацию. Оказалось, что чище, честнее, лучше и благороднее наших выборов в мире нет. Вот вам ответ. Я хочу сказать, что благодаря этим выборам вы стали депутатом Государственной Думы. Я хочу вам об этом напомнить. Что благодаря этим честным выборам вы стали депутатом Государственной Думы. Нет, благодаря этим фальсификациям, господин Кричевский... А вы благодаря фальсификациям стали депутатом Государственной Думы. Я договорю, благодаря фальсификациям, и сшедшей за мной доктор экономической наук Никита Кричевский, коллега ваш, он не стал депутатом, потому что мне хватило 20 тысяч голосов, из которых у меня было украдено 50-60 тысяч на моем округе. Но вы признали выборы и остались депутатом Государственной Думы. Я не признал выборы в Москве, ни первый, ни второй раз. Я не признал выборы в Санкт-Петербурге, я не признал выборы в Астрахани. А как можно частично не признать выборы? Можно, можно не признать частично. Либо выборы были честными, вы выиграли в Ивовске. Такого свинства и хамства нет на выборах, у Никиты Белых. А вот у других губернаторов, у других руководителей случается... А вот представителям оппозиции Лимонов в своем ЖЖ сегодня, в кои-то веки, вообще просто цитирую Лимонова, что мне не свойственно говорить, что, во-первых, и у Белых все так же. Но дело не в этом. Он называет всю эту ситуацию просто гастролями неудачников из Москвы. Сто сторонников приехали из Москвы, которым дорогу туда оплатила Ксения Собчак, а обратно ли их избирать? Кстати, Доброходов написал, что это еще и разводство не в Твиттере. Вы же рискуете отказаться под судебным расследованием за вот эти слова. Да под таким. А что я вам сказала? Ксения Собчак оплатила дорогу 100 человек. Ксения, подайте, пожалуйста, в суд. В Твиттере написано, что Ксения Собчак готова купить всем желающим билеты. Вы попадаете в суд, вам сказали, что вы оплатили дорогу 100 человек. Шантаж и провокация – это голодание одного человека, которому подключаются все политические спекулянты. Политические спекулянты начинают от него требовать решения. Есть суд, есть цирк. Разбирайтесь, чего вы Путин трогаете. Вас что в общественной палате, чему учат-то? Политические спекулянты, пиар, шантаж. Вы о каком языке-то разговариваете? Я на языке медиаполе говорю, в котором вы периодически появляетесь. Господин Шейн, доведенный за три избирательных кампании, массами постоянной фальсификацией, до отчаяния, решил ценой собственной жизни доказать, что так поступать нельзя. Нельзя отмахиваться от таких проблем. Надо решать, надо поступать по-государственному. А если мы хотим сделать вид... Надо идти на уступки, чтобы потом сели на Шейн. Надо идти не на уступки, а разбираться комиссионно, что там произошло. Два варианта. Первый оптимистический. У власти все-таки хватит мозгов на то, чтобы не доводить конфликт до окончания и превращать Шейна в Иисуса Христа русской оппозиции. Второй вариант. У них мозгов не хватит, и это произойдет. И тогда эскалация конфликта неизбежна. Она может наступить не сразу, но то, что это будет, это вне всякого сомнения. Я надеюсь, что все-таки все решится миром, потому что, судя по тому, что я сегодня говорила Шейна, и все-таки будут поданы заявления в суд, и все это рассмотрят. Тем более, что если у вас на руках, как вы говорите, есть неопровержимые доказательства массовой фальсификации, зачем же с граблями-то идти на мэрию Астапии?